Друзья, всех приветствую, IC Genius на связи. Сегодня в обзоре рассмотрим очень необычные гибридные наушники от компании Tinger, которые меня очень сильно удивили своим звучанием. Это второй бренд AudioSense. Недавно я снимал обзор на их очень хорошие гибридные наушники, только уже с четырьмя драйверами. Обзор есть на моем канале, но сегодня рассмотрим модель наушников Tinger H16. Упакованы наушники в такую черную коробку небольших размеров. Внешне она довольно минималистична. На лицевой части здесь имеется логотип компании Tinger Acoustics, а сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. В наушниках присутствует довольно рискованная, но скажу заранее, пока мы не дошли до звука. Это 100% оправданная установка, отвечающая за звук, а именно 8 арматурных излучателей. Два из которых отвечают за низкие частоты, 4 за средний верхний диапазон и 2 за очень высокие частоты. Чувствительность наушников составляет 97 дБ и уж очень редкий 7,5 Ом импеданс. Теперь предлагаю рассмотреть комплектацию подробнее. Первое, что нас встречает, это такая черная вставка с двумя наборами по 6 пар амбушюр. Рекомендую использовать именно зеленые насадки. Это аналоги с PinkFit. Они довольно качественные и удобные. Слушал и использовал я наушники именно с ними. Под ней находится инструкция и кожаный чехол на молнии коричневого цвета. Точно такой же был в комплекте с наушниками AudioSense EQ4 из прошлого обзора. Хороший чехол. Открыв его нас встречает монокристаллический медный кабель с фиксатором для затяжки. Он имеет 3,5 коннектор и разъемы QDC. И собственно вот так выглядят сами наушники. Что касаемо наушников, то их корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Они довольно легкие, имеют гладкую тактильно приятную поверхность, а лицевые панели получили довольно красивый и знакомый многим стиль, который вы могли встретить в других наушниках. На лицевой панели здесь также имеется логотип компании Tinger Acoustics, а рядом с разъемом 2 pin расположилось одно акустическое отверстие. Наушники, на мой взгляд, смотрятся довольно хорошо. Собраны также отлично, но мне стоит сказать, что они довольно большие в сравнении с другими наушниками и когда вы их одеваете, они заметно торчат из ушей. А так посадка у них довольно хорошая и с удобством проблем у меня не возникало. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому интересному, а именно к звучанию этих наушников. На данный момент использовал и сушил я эти наушники в связке с ЦАПом DUNA DTS 500. Моим вторым ЦАПом Sonata E44. Обзор на него я выложил два дня назад на свой канал. Настройка в этих наушниках получилась очень хорошая и, наверное, довольно нетипичная для чисто арматурных наушников. А теперь, как всегда, начиная разбор с их низких частот. Этот диапазон у Tinger H16 меня очень сильно удивил. Серьезно, друзья, я не ожидал получить такого плотного и массивного атакующего баса. Тем более, когда речь идет о арматурных наушниках. Настолько здесь он превосходен, что даже не верится, что я слушаю арматурные наушники. Меня до сих пор удивляет, как они сделали его таким. Тут очень плотный и хорошо слышимый саб бас и превосходный мид бас с отличными затуханиями. И с шикарной текстурной проработкой, которая имеет отличное подчеркивание каждого удара. Кик, естественно, здесь бьет как полагается со всеми послезвучиями. Ну а что касаемо средних частот, то AudioSense опять не промахнулись. Они здесь немного утоплены, но при этом они хорошо сохраняют свою хорошо текстурированную, чистую и каким-то образом сбалансированную во всем частотном диапазоне теплоту. У них имеется подчеркнутый акцент уже ближе к 1,3 кГц, но что мне нравится, он не берет на себя много внимания. За счет него хорошо подчеркнуты барабаны. Радует, что здесь нет явных сибилянтов этого диапазона, он отлично контролируется. Что мужской, что женский вокал звучит довольно эмоционально, широко, с отличным ощущением пространства и реверберации, которая в этих наушниках строится позади вокала. На самом деле он тут подан очень приятно и буквально обволакивает вас. Нету никаких там резких акцентов на шипящих. Это также радует, несомненно. В целом, каждая нота инструмента в этом диапазоне звучит полно, богато, весомо и, естественно, текстурно, без каких-либо явно лишних усилений. Тембр впечатляюще плотный, от нижней до высокой середины, что придает мужскому или женскому вокалу отличное живое присутствие, которое буквально притягивает вас и погружает в атмосферу в музыке. Ну а теперь поговорим о высоких частотах в этих наушниках. Они здесь представлены довольно аккуратно и чем-то напоминает AudioSense EQ4 из прошлого обзора по своей проработке. Только здесь они менее выражены и больше создают такую более мягкую подачу без излишнего блеска на хай-хетах и меньшего фокуса на них. У них не возникает никаких проблем с утерей информации и они не имеют сибилиантов. Я действительно долго слушал эти наушники и тщательно старался отследить этот диапазон. Так как я небольшой фанат ярких наушников, меня на самом деле удивил баланс звука в этих наушниках. Я в целом скажу, что это очень кайфовая подача, которую можно слушать долго. Звуковая сцена и визуализация в наушниках Tinger A16 действительно завораживает благодаря своей общей многоуровневой четкости, которая обеспечивает первозданную точность разделения инструментов. Честно говоря, каким бы ни было количество инструментов, играющих вместе, будь то это жирные синтезаторные звуки или натуральные инструменты, они все равно сохранят свое индивидуальное пространство на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы вы без проблем могли отделить их. Также тут отличная стереопанорама, которая создает ощущение, что вы используете открытые наушники. В них это действительно заметно. Что мне также очень понравилось, что разделение инструментов не кажется чрезмерно аналитическим. Вывод по данной модели наушников, несомненно, Tinger A16 получились очень хорошими наушниками. Я даже могу сказать, что они очень недооцененные. Они определенно заслуживают внимания на рынке наушников. Компания AudioSense по-прежнему старается вести свою игру и у них это получается. Мне нравится, что они не следуют за всеми и стараются делать что-то свое. В эти наушники с кучей арматурных драйверов они добавили нам плотных массивных низких частот с отличной текстурой и проработкой. Они точно понравятся большинству слушателей. Несомненно, тут также отличные средние частоты. Несмотря на небольшую компенсацию их прижатия, они по-прежнему звучат хорошо, но аккуратные высокие частоты идеально дополняют и сохраняют общий баланс звучания этих наушников. Tinger A16 получились очень комфортными и такими иммерсивными по своему звучанию наушники, которые можно слушать долго. Они буквально вас погружают в музыку и в эту атмосферу. Определенно, рекомендую эти наушники. Ссылка на покупку наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока!